Я Армешку так натаскал до школы, то что он сейчас всех вас тут выиграет. Как говорится, 2 плюс 2 равно 22, а жеши пиши от души. Так, дед? Да, всё верно. А что мы здесь забыли-то вообще? Ты рубрики не перепутал? Говорил, что сегодня в снайпере записывать будем, а мы вопрос ответим. Что происходит? А происходит, Икс Данил, ежеполугодняя ностальгия по старым рубрикам. Чтобы потом мне подписчики в комментариях под каждым видосом не ели мозг и не спрашивали. Это всё, конечно, понятно. А вопрос-ответ-то будет. Поэтому мы сегодня его записываем с торпёром слева и с молокососом справа. Сам ты молокосос. Армеш, мне 28 лет, а тебе 9. Какой я молокосос? Справедливо. Кто был вашим крашем в школе? Чё говоришь? Кем? Так, внучок, объясни своему деду, что значит слово краш. А то он сейчас не ответит и проиграет сразу в самом первом раунде. Дед, крош, помнишь, смешарики? Там крош, зайчик такой был, с ушами. Ну? Ну вот. Дед, это другое! Это другое армейство, господи. Короче, кто тебе больше всего нравился в школе? А-а-а, это мы такое обсуждали. Я знаю. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. А, господи, чтобы самое главное успеть. Фу! Хо-хо-хо-хо-хо. Как хорошо то, что я не забываю, как играть в эту вот рубрику. Первый раунд, а я сразу уже на самом первом месте. У кого? Нет, нет, да почему я это? Потому что дичь какую ты написал, херет, в самом первом раунде. Да, в смысле? Да пи-спи, ты чё? Ты никогда не хотел себе пить спичку нормальную? Там написано, кто был крашем, а не что было твоим крашем. Поэтому не нарушайте правила. Вот, физичка у этого буфень. А-а-а, на буфетчицу Людку, да, запал, нет? Ну, её звали не Людка, её звали Ольга как раз, да? Ой, господи, что она готовила, ты бы знал. Вот это руки золотые, о-о-о-о. Опиши одним словом своего соседа по парте. Э-э-э... Господи, так второй вопрос. Второй вопрос опять про школу. Знаешь, как я давно был в школе. В лицо-то не помню уже. А я 70, я уже в лицо никого не помню. А я вчера... А? Я не помню, с кем я сидел рядом за партой. Это было... О, пишите... Я... А! Ну просто я после девятого класса переехал в Португалию и учился в Португалии. И мой сосед был португал, поэтому португалец, а у Армеши полуфабрикант. Да? Гениально нафиг! Да ё-моё! Да нафиг! Да я сидел с визруком за одной партой нафиг! Не спрашивается, кто твой любимый учитель в школе. А спрашивается, с кем ты сидел в школе? Ты что, забыл, как во всё это играть надо? С визруком я за одной партой сидел! Визрук тебе уроки преподавал, ты не мог с ним за одной партой сидеть! Да там долгая история нафиг! Назовите любую игру, в которую вы играли на физкультуре. У меня освобождение, я не играю на физкультуре. Почему? Аллергия. На мяч футбольный? На кроссовки. Дед, он тебя отмазывается от физкультуры. Да, я знаю, да вообще обалдел, я тебе говорю, ну ничего, он на вишне отработает. Мы потом физруку вишню занесём, и всё будет хорошо. Да я нафиг не помню, я с физруком за одной партой сидел, а на физкультуре мы фигнёй маялись. Господи, конечно же, у меня самая любимая игра это футбол. Но это очень короткое слово, поэтому я напишу баскетбол! Чтобы... Нифига себе вы в школе на физкультуре в прятки играли, Армеш! Да, понимаешь, там просто как было. Физрук говорит, вот ты спрячешься от меня, я тебе пять поставлю, а если найду, то два. Итог у меня все пятёрки. Так, кто-то опять правила нарушает, да? Лопта нафиг есть! Ты дурак! Правильно пишется! Лопата! Ты даже лопату слово неправильно написал! Я сейчас возьму эту лопату и тебе по башке стукну! Лопата это инструмент такой, а лопта это игра такая! Лопша тогда, у тебя вместо темп... Ты мне лопшу сейчас на уши вешаешь! Какую травму вы получали в школе? Каждый день получаю. Было, было, помню, отвечу за несколько секунд. Зачемление! Я потом нафиг себе что-то... Как ты меня передал, вот этот, Армеш, что ты написал? Психологическую... Чего нафиг? Какую травму ты получал в школе? Психологическую! Армеш, ты гений нафиг! Видишь, дед, я же тебе говорил, что я гений. Я-то думал, что у меня защемление самое длинное слово будет. Я потом неделю головой вот это поворачивать не мог, потому что у меня там... Что ты нафиг опять тут? Какая угология? Что это? А я букву перепутал, лавик, там R должна быть. Кого? Да R должна быть вместо G, я перепутал. Какая буква должна быть? R. Кто знает такую букву? Я в первую жизнь слышу. Это че? L? L? Улал... Улалог... Улалогия, херейт. Ты сейчас вдруг передаешься, я тебя пару зубов выбью, ты тоже картавить начнешь. Да это издевательство, нет! Да потому что в эту игру честно надо играть, а не писать улалогия. Что это за травма такая, я не понимаю. Мне тебе на пальцах объяснять или нет? Ты сейчас помрешь, херейт, у тебя там 4 буквы осталось. Так, тихо. Чем бы вы вытерли школьную доску, если не было бы тряпки? Ну тут, в принципе, ответ у каждого, думаю, очевиден. Какой? Очевидный. Жучара, ты хитрый, отвечай, чем бы ты вытер доску? Ясно, что своей футболкой. У меня сейчас прическа, как у барашка. Я с легкостью могу доску помыть, без проблем, как мочалкой. Мочалка? Хорошая мочалка, в целом могло быть хуже, но как бы... 7 букв спасибо их, Данил. Нету что, нафиг. Вообще, это не про... Кого? Не по правилам воровать слова... Господи, что говоришь? Ёперс, да у тебя... Что? Что говоришь, Данил? Это не по правилам воровать слова у других. Вот, наконец-то адекватно сказал. Так, там случайно херейт опять правила не нарушил. Где-то... Отвернись нафиг. Мылом. Ну ладно, нормально. Ну ты сейчас помрешь, мой хороший. Одноклассником. Армеш, тебе кто-то в этой серии говорил, что ты гений? Дед говорил. Дед говорил, да. Как он нафиг такие длинные слова вот это вот придумывает, я не понимаю. Дед бы париком вытернул. Правильно, да. Молодец. Какая была кличка у вашего учителя? Это было 10 лет назад. Вы-то вдвоём, Икс Данил Армеша, каждый день в школу ходите. Я 70 лет назад в школу ходил. Я ещё тогда ваших бабушек за косички дёргал. Вы сейчас хотите, чтобы я вспомнил кличку? Я если даже какую-то кличку знаю, то там одни маты. Я не знаю какую. Если у моего учителя была фамилия Мухозванцев, а мы его называли Мухосранцев, это же считается как за кличку, да? Ага, раз, два, три, четыре, ну почти. Почти тогда у Армеша истеричка, у Армеша парик пропеллер. Там, в общем, такая история, у нас... Ой, мне пофигеть на твои истории. Ты можешь просто ответить, да или нет. Почему он каждый раз историй длиннющий вот это вот? Апсишикелис при... Апсишки... Апсишки... Что нафиг? Апсишикелис! Чё говоришь? Апсишикелис! Лучше бы тебе не знать, что это значит. Это на литовском. Теперь я не понимаю, это нарушение или не нарушение? Нет, это, ну, кличка. Такого сова не существует! Так у меня нет учителей с русскими именами, я в Литве живу! Что с вами делала мама после родительского собрания? Лучше вам не знать, что там происходило. Это нельзя такое говорить. Ты бы знал... Без истории, без истории. Нет, без истории, просто скажи вкратце в трёх словах, дед. Ну, в общем, ну там всё плохо, и как тут в трёх словах-то, ну как? В трёх словах, дед без истории не может в этой жизни вот это. Ну, в целом... О, какое длинное слово! Эксплуатировала меня мама после родительского собрания, потому что... Ты дофигдаша сейчас больше меня написал! Что ты здесь написал? Психо-стабилизировала. Ну, психо-стабилизировала. Что? Как? Что? Ну, после психологической травмы надо психо-стабилизировать. Дед, он у тебя... Почему твоя мама тебя откачивала? Ну, потому что сначала она приходила со школы злая, после родительского собрания, эксплуатировала меня, а потом откачивала. Эксплуатировала, это значит, типа, заставляла мыть посуду, мыть полы, протирать пыль, выносить мусор, и вот это вот всё. Их с Даниил подхваливала, ага. Ваша любимая еда в столовой. Слушайте, а я в целом не понимаю, а почему у нас сегодня школьные вопросы? Какого лешего у нас сегодня школьная тематика, если школьников из пяти человек, то только два школьника? Этот ушёл после девятого класса, этот в девятом классе был сто лет назад, а я десять, двенадцать, пятнадцать лет назад. Посмотри, вокруг тут даже это, футбольное поле, это намёк на физру. Я в жизни в этой школьной столовке кушал, наверное, раза два или три. Как по мне, там вообще питаться небезопасно. Небезопасно. Пасно. Спасибо огромное, Армеша, за ответ. Самая моя любимая еда в школьной столовке безопасная, чтобы поесть и потом не умереть нафиг. Я не понимаю, чё вы так жалуетесь на еду в столовой? Вот мы в своё время ракообразных кушали. Кого? Ракообразных, ну там раки, крабы, вот эта вся история. У нас, короче, в речке... В школьной столовке раками кормили? Да, я же говорю, у нас в речке в Лопухово всё только не плавало. Это дед-мажор какой-то вот этот у Армеша. Шал-ти-бар-ш-чи-аб-ка... К-к-к-шал... Ну-ну... Кого нафиг? Шаль-ти-бар-щей. Ещё раз. Шаль-ти-бар-щей. Это что такое? Не скажу. Ха-ха-ха-ха-ха. В смысле нафиг не скажешь? Я не понимаю. Там, Игзанил, так нельзя играть. У нас игра на русском языке. Ты пишешь на литовском слово из 30 букв. Я даже не знаю, что оно значит. А почему это нельзя так играть? У меня в школе были литовские блюда. На литовском названии. Вот я и написал. То есть ты не будешь говорить, что это значит? Нет, не скажу. Сам попробуй угадать. А я не буду угадывать. Я сделаю немножко поумнее. Берём и заходим в Яндекс с Алисой. Тыкаем вот сюда вот на камеру. И теперь выбираем перевод. Я тебе сейчас одной фоткой изданил. С твоего литовского на русский переведу. А ну ещё раз, как оно? Да вот так вот, смотри. Шальтиборщай. Вот теперь берём, наводим на вот это вот слово. И фоткаем вот так. Холодный борщ? Ты на литовском написал, что твоё любимое блюдо холодный борщ? Да. Шальтиборщай. Шальтиборщай. Так это, кстати, не честно. Почему ты пользуешься телефоном и переводишь? Пользоваться Яндекс с Алисой, чтобы она помогла тебе перевести то, что ты не знаешь? Ну да. Это какие-то цветы. Ой, знал бы ты, что она не только переводить умеет, а ещё там примеры по математике решать. Да ладно, не верю. Хрейт, тащи школьную доску. Понял. Ща буду. То есть ты хочешь сказать, что ты сможешь решить вот это уравнение? Ещё раз берём. Тыкаем на камеру. Выбираем здесь снизу решение и наводим на уравнение. Вик, Данил, свали отсюда. Сделаем фотку и ждём результата. Вот тебе задача, как решать. Берём ножки коэффициенты, перенесите всё в левую часть, объедините подробнее. Вот это добавьте, ага, ага. И в конце получается икс равно девять. Ты чё, одной фоткой о таком уравнении решил? Ну вот видишь, икс заил, Яндекс с Алисой хоть каждый день вам может помогать уроки проверять, текст переводить. Да хоть в интернете всё по фото искать или текст распознавать. Да ну, не верю, что она по фото может что-то найти. Хрейт, назови любой фильм. Эм, Железный Человек 3. Выбираем в камере поиск, наводим на фото, нажимаем на камеру и... Ну вот, Железный Человек Тони Старк. Вот, нашли все фотки, которые есть в интернете вот отсюда. Получается, в Железном Человеке 3. То есть она ещё даже определила, какая именно эта часть. Ещё что-то нужно тебе доказать, Экс, Данил, или поверишь? Ну ладно, штука реально очень полезная. Сам буду ей пользоваться. Что вы делаете утром перед школой? Просыпаюсь обычно, чё? Зубы че ещё? Я в это время только ложился обычно нафиг. Нифига! Я туда не хожу! Короче, отдельная история. Хватит истории, нет, у нас пять секунд. Что я делаю перед школой? Я работал. Ничего, я не делаю ничего перед школой, потому что я в школу не хожу. Я перед ней не пла... пла... плачусь? Что это за слово? Плачусь? Не пла... Делаешь плечо? Эх, ты жук навозный, ты от всего вот это отмазаться, да, сможешь? Он даже не плачу написал, а плачусь, где-то работал, у этого не досыпал. Ну, логично, у него-то проклинаю. Ну, в целом, походу, все ответили лучше меня. У меня, наверное, самый короткий ответ. Армеша, ты подай с ней, Грюн Батон, а? Ваш самый большой страх в школе. Ну, о-о-о, боср... Не, не дойдет! А, по-моему, поддерку! К... 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 Было дело однажды! Я бы только пожал... Сюда, брос! Ва-а-а! В смысле, деда... А я говорил... Мы один... Вы хотите сказать, мы не нашли один блок с дедом, чтобы также победить Хикарбеша? Вы просто не школьники, поэтому и проиграли. А я говорил то, что я его поднатаскал перед записью. Он все может, он умный мальчик, химию правда боится. Какой урок вы бы добавили в школьную программу? Урок на поспать нафиг! Я всегда, когда в школу приходил, всегда был невыспатый! Вот нужно два урока взять на то, чтобы поспать! Сонный час, чтобы был, это было бы хорошо, только, к сожалению, это два слова! Майнкрафтоведенье, вот, Майнкрафт... Помолчь, Арменин! Родительство! О, простите, пожалуйста, я не знаю, как это по-другому назвать, но я бы добавил предмет... Который будет обучать детей, как правильно строить семью в нашей жизни. На самом деле, это большая ошибка. Потому что никто мне в жизни нигде не говорил, как правильно с девочками знакомиться, когда нужно жениться, как правильно детей заводить, и вот это все. Я на серьезных шахтах предлагаю то, что это офигеть как нужно в жизни. Какие у тебя самые яркие вспоминания о школьных поездках? О, нет, вот как мы в музей ехали, ой, я даже вспоминать это не хочу, нет, нафиг надо. Че было в музее, дед? Я-то откуда знаю, да мама ему билет покупала, вот я помню, как мы тогда вместо химии... Ну, вместо химии мы, короче, взяли трактор и поехали в соседнее село. Вот это та еще школьная поездка была. У меня один раз была школьная поездка, когда нас отвезли в лес, оставили и через три часа забрали. Как это назвать? Плохие, я не знаю, как по-другому. Плохие у меня воспоминания, у меня не было еще тракторизма, тракторизм, нет, офигенно. Этот ничего не написал, этот ничего не написал, этот написал... Клайпеда, ну ты нас не удивишь, Икзанил, мы все знаем то, что в твоей Литве есть город, который называется Клайпеда. Но не все это знают, а там еще такое море, ууу, как я туда хочу. Какое самое твердое природное вещество на земле? Что это значит, нафиг? Обсидиан! Пиши Бедрок, не облажаешься, Икзанил. Бедрок, ну это же про реальную жизнь, походу. В реальной жизни есть Бедрок, ты что, не знал, глупый? А, ну это, ну это почему мне в голову такие короткие слова приходят, алмаз самый твердый? Какой чугун, дед? Ты когда-нибудь готовил на чугунной сковородке? Назовите столицу любой страны мира. У меня три по географии, я это откуда нафиг знать должен? Ты без Армении! Точно, спасибо! Но Ереван называть нельзя, Армыш! Тьфу, нафиг! Я нафиг на географии изучал не в столице, а где нефть появляется! Чё вы от меня хотите, нафиг? Всё из головы вылетело, каждый город! Константинополь, нафиг! Длиннее этого, наверное, ничего придумать нельзя! Какой Константинополь? Да нету такого города! У меня по географии 5, почему ты вообще столицу моим именем назвал? Ты нафиг уверен, что нет такой столицы в мире? На все 100%! Какая это вообще страна, по-твоему? Армыш, ответь своему глупенькому деду, какая столица какой страны раньше называлась Константинополем? Лопухова, дед, столица Лопухова. Лопухова, нет, что реально никто не знает? Ты же, ты же, ты был в этом городе, дурачок, ты в нём был! Я был? Да, ты был в нём! Впервые уже не слышу о таком городе! Как раньше Стамбул назывался? Стамбул? Он всегда Стамбулом был! Константинополь! Вот Стамбул в Турции раньше назывался Константинополь! Не в честь деда, Армыш, а просто Константинополем назывался! А почему русским именем в городе Турции назывался? Ну иди у турков нафиг спроси! Вот они, кстати, там бегают, а ты вот спрашивай у них! Где? Вот там! Да где, да, да, да! Дед, такой старый, а такой глупый! Я не знал, а в какой Турции я раньше в одном Стамбуле жил! Ой, господи! Что он? Вот такого же! Он был в Стамбуле с мамой, с сестрой! Даже не знаю, что Стамбул раньше как-то... Я не могу это слово выговорить! Ну ты понял! Жопа-сливка, да, значит, Армыш? Ну тогда... Столица мира! Субтитры подогнал «Симон»!